Привет, просветители! Прошедшая неделя была богата на важные жизненные советы. Сначала губернатор Кузбасса объяснил, почему в семье должно быть не меньше трех детей. Семья — это социальная проблема. Должна быть задействована вся общественность. Семья — это социальная проблема. Точка. На это можно было и закончить. Чувствуете, как сразу же экстремизмом пахнуло? Все бабушки и дедушки должны быть вовлечены в программу поддержки семей. А как же вот эта красивая фраза про заслуженный отдых? Нет, ну так-то, конечно, правильно. Смотрите, многодетные семьи достаточно часто оказываются в России за чертой бедности. Это, если что, официальная статистика от Голиковой. Вопросы не ко мне. Если заставить бабушку и дедушку воспитывать внуков, а родителей в это время отправить на работу, желательно в две смены, чтобы они хоть какую-то нормальную жизнь могли себе и детям обеспечить. И вот в таком случае велика вероятность, что количество семей за чертой бедности сократится. Потому что теперь-то работает и папа, и мама. А с детьми сидит бабушка. Смотрите, все в плюсе, кроме бабушки, которая хотела отдохнуть. Хотя, возможно, это я просто неправильно слова понял. И имеется в виду, все бабушки и дедушки должны быть обеспечены поддержкой. Ну, со стороны государства. А не бабушек и дедушек заставить помогать их детям. Но что-то я сомневаюсь. Также важно, чтобы первые роды были как можно раньше. Это здоровье будущего поколения. Где-то это мы уже слышали. Неоднократно. Чтобы Кузбасс развивался, в семье должно быть три или более ребенка. Один за маму, другой за папу, а третий за будущее России, заявил Сергей Цивилев. Неплохо так традиционная ложка за маму, ложка за папу эволюционировала. Но справедливости ради все не ограничивается одними призывами. Правительством Кузбасса была принята программа, с помощью которой уже к 2025 году власти региона планируют обеспечить рост рождаемости. В списке оказалось множество пунктов. От поддержки многодетных семей, социальных выплат и льготной ипотеки, до вручения грамот, интернет-пиара и торжественных церемоний именно речения детей. Особенно грамоты и интернет-пиар должны помочь. Так и вижу, как девушка решается на третьего ребенка, потому что ей в интернетике сказали, что это вау, как круто. Главное предназначение семьи это рождение детей. Не, ну с другой стороны, если у нас деньги тратят вот на такую рекламу. Или будущий многодетный отец, подобно Печкину из Простоквашино. Я почему раньше детей не хотел? Потому что у меня грамоты не было. Ну а про торжественное имя наречения даже упоминать не буду. Это прям с козырей заход. После такой поддержки не то что три, пять раз в роддом сгоняешь. Чисто для того, чтобы еще разок в подобном торжественном мероприятии поучаствовать. Это все, конечно, весело, но давайте признаем, ничего особо нового мы с вами здесь не услышали. Формулировки меняются, идеи остаются. Каждую неделю мы снова и снова слышим это магическое рожай. Давайте уже что-нибудь другое. И нам дали. Если о проблемах демографии не говорил только ленивый. Грамоту хочешь? Тогда го в роддом. То вот тема борьбы с буллингом для наших политиков еще не исследованная территория. Хотя в ближайшее время, как я вам уже рассказывал в одном из роликов, у нас целый новый закон должен появиться. Поэтому ждем все больше и больше интересных высказываний на эту по-настоящему важную тему. Но в общем-то они уже и подоспели. Итак, по завету Мурашка, Кузнецовой, Павлова и прочих, наша семья наконец-то стала многодетной. И вот приходит время отправить ребенка в школу, а он там сталкивается с буллингом. Что делать и кто виноват? Сейчас нам депутат Олег Нилов объяснит. Записываем. Не та тетрадка. Есть еще одно какое-то страшнейшее слово. Буллинг, да? И этот законопроект, конечно же, будет разработан, принят в ближайшее время, идет во всю работу. Конечно, это надо делать. Но это все следствие, уважаемые коллеги. Это следствие того, что свято место воспитательной работы, патриотической работы, пионерской работы было зачищено. Сколько раз мы уже слышали эту потрясающую историю. В школе до последнего времени не было воспитательной работы. Да, замдиректора по воспитательной работе, все эти папки классного руководителя, миллион и одно мероприятие, которое лично я проводил. Ничего не было, раз все это проходило без пионерского галстука на шее. Все эти знатоки воспитательной работы, когда в последний раз в школе-то были, у меня реально глаз начинает дергаться, когда я снова и снова слышу этот бред. Школа не занималась воспитанием. Не, ну вашим? Может быть. Вот просто проведем эксперимент. Вбиваем в Яндексе. План воспитательной работы. Допустим, седьмой класс. И какой-нибудь 2012 год. Вот, вау, оказывается и беседы проводили, и мероприятия, и конкурсы, и о Великой Отечественной войне рассказывали. Что? И даже слово патриотизм дети слышали? В жизни не поверю. Вот все, что вы сейчас увидели, это не воспитательная работа. Ну, потому что про НАТО не говорили, и словосочетание традиционной ценности в каждое второе предложение не вставляли. А можно мы, пожалуйста, не будем обесценивать труд сотен тысяч российских учителей? Ну, так, для разнообразия, в рамках повышения, престиж профессии. Хотя, год педагога закончился. Валяйте! Вот просто черная дыра в образовании была, пока не пришел Сергей Сергеевич Кравцов с разговорами о важном. Спасибо! Вторая часть веселой сказки. Буллинг только недавно появился. Ну, вот как пионеров отменили, им на смену буллинг пришел. Практически изобретение российской школы. Вот в Советском Союзе никто о травле, бойкотах никогда не слышал. Не, ну, сами понимаете, как на этом светлом пути из Октябренка в Комсомольце могла какая-то там травля затесаться? Ладно, проехали. Свято место воспитательной работы, патриотической работы, пионерской работы было зачищено принципиально. И на это свято место пришла вот эта вот, извините, садомия. Что за садомия пришла на это место, мне, честно говоря, не особо понятно. Вот возьмем февраль 2013 года. Классный час, день юного героя-антифашиста. Беседа, день Святого Валентина. Экскурсия в школьный музей. Лид-монтаж, они сражались за родину. Классный час, здесь у рейн Сталинграда, смерть повернула назад. Конкурс патриотической песни, я люблю тебя, Россия. Конкурс экология, дети, творчество. Классный час, сыны Отечества, защитники земли. Плюс здесь же смотр строя песни. Внимание, вопрос. Где садомия? Не, ну если только день Святого Валентина. Немалые вопросы вызывает и празднование... И празднование импортированного с запада так называемого дня Святого Валентина. Который, несмотря на все попытки его облагородить, все равно остается пропагандой отношений, не имеющих ничего общего с настоящей любовью. Можно я это? Не буду комментировать. К тому же, я уже это прокомментировал на стриме. Если что, запись есть на Бусти, а ссылка в описании. Ну а если вернуться к нашему плану воспитательной работы за 2013 год, то обратите внимание, классный час о Сталинградской битве. А то, помните, пару лет назад политики возмущались. Детям не рассказывают о Сталинграде. Рассказывают. Даже в седьмом классе. Но бэк ту садомия. Поэтому, конечно, запретить можно и нужно. Но нужно решать вопрос. А что вместо этого сегодня у нас будет в школах? Вместо этого? Это вместо чего? Еще раз. Господин Нилов хотя бы один раз план воспитательной работы видел своими глазами. Ну или может быть там в интернете, например. Там план воспитательной работы. Пум-пум-пум-пум. Вот, допустим, апрель. Анкетирование. Оценка способностей. Классный час. В честь прекрасных дам. Конкурс творческих работ. Моя семья. Конкурс рисунков. Кем быть. Беседа. Сто дорог. Одна моя. Анкетирование. Моя сфера интересов. Заочная экскурсия. В мир профессий. Ну, практически те самые мои горизонты Кравцова. Только без дополнительного урока. Повторю. Где садомия? Да. Я уже даже не скрываю. У меня реально бомбит, когда люди, ничего не понимающие в специфике работы школы, несут какую-то откровенную околесицу. Как бабушки у подъезда. Боюсь, что это оскорбление бабушек. Вот раньше было хорошо, а теперь проститутка, наркоман. Не надо это вставлять. Но вы абсолютно справедливо можете отметить. А вот у меня ничего такого не проводили. Это просто на бумаге написано. А вот я все такое проводил. Я просто очень ответственный. Соглашусь, все зависит от конкретного педагога. Я сейчас опять раскрою огромную тайну, но все же. Даже теперь, когда в школы вернулось воспитание, некоторые учителя ничего не проводят. И просто заполняют бумажки. Не та тетрадка. Самое главное, кто будет реализовывать вот то здоровое, интересное, ценное, воспитательное воздействие на нашу молодежь. Недавно я посмотрел фотографию своей школы. Выпускной, знаете, такой альбом. И обратил внимание, что из преподавателей, которые на этой фотографии присутствуют, 8 человек, это мужчины-преподаватели. Можете себе представить сегодня такую картину хоть в одной школе? Я думаю, что практически этого нет. И то они там были изображены не все. А так было 10-12 мужчин. Трое из них ветераны Великой Отечественной войны. Да, я немножко, так сказать, учился там с конца 60-х годов. Но все остальные в армии служили. Как вы думаете, вот в таких условиях, когда в школе 10-12 настоящих мужчин, может развиваться какой-то буллинг или трэш-стрим? Отлично мы так буллинг и трэш-стрим соединили. Они вообще как в один флакон попали. И да, если ответить на вопрос Нилова, может. Может развиваться буллинг, если в школе работают мужчины. Вот перед тем, как рассуждать на тему травли и выходить к микрофону с блокнотиком, товарищ хотя бы почитал исследования, как зарождается буллинг, причины, особенности. Нет мужчин в школе. Ну и, наверное, в каких-нибудь военных школах и училищах буллинга вообще не существует. Там же в основном мужчин-преподаватели. Вот про что я говорю. Это будет невозможно. Вопросы безопасности в школах, когда там есть настоящие мужчины. Тем более, допустим, не ветераны Великой Отечественной войны, сегодня, допустим, ветераны СВО. Почему? Потому что класс будет бояться условного Сергея Сергеевича? Если что, дети не его травить будут. Они одноклассника травят. Окей, он настоящий мужчина. И что? Зачинщика за ухо схватит? По-мужски поговорит? Отлично. До первой жалобы родителей. Вот давайте просто представим. Настоящий мужчина. Военный. Наводит порядок. Показывает, где раки зимуют. Этим взорвавшимся соплякам. А потом видео с этим мужским воспитанием дети выкладывают в интернет. Хотя, с другой стороны, у нас же вроде как в школе телефоны запретили. Это, правда, не мешает разработчикам разговоров о важном. Все еще просить QR-коды отсканировать. У них там своя атмосфера. Внимание, вопрос. С какой скоростью из школы вылетит Сергей Сергеевич? И как быстро в образовательное учреждение прилетит проверка? Вот там уж точно начнется настоящая садомия. Мы нашли ее. Вы просто не путайте армию и школу, где родители, на каждой чьих сторону ребенка, могут по закону потребовать объяснения. И все эти рассуждения... Да дети будут бояться рот открыть. ...работают только в тех случаях, когда родителям наплевать. Первое же грамотное письмо в нужную инстанцию от мамы и травить уже будут Сергея Сергеевича. И вовсе не дети. Если мужчина-педагог не хочет потерять свою работу, то в конфликтной ситуации действовать он будет точно так же, как и женщина-педагог. Никаких феминитивов. Вызываем родителей, проводим беседы, совет профилактики. И да, если во время этой беседы 16-летний лоб, из-за которого весь класс дрожит, почувствует себя некомфортно и пожалуется родителям, это ключевой момент. Извиняться уже будет не зачинщик травли, а наш настоящий мужчина. Военное дело, автодело, трудовое воспитание, завуч, у нас тоже был завуч и директор мужчины. И сразу же травля исчезла. Почему? Мужчина испугалась. Реально, весь этот спич, возможно, правда, только у меня, рождает мысль, что предполагается, что военные просто всех в страхе держать будут. Потому что ни слова о педагогическом образовании, а каких-то особых педагогических методах в рамках закона. И на всякий случай, напомню, поднимать руку на ребенка нельзя. Иное дело, может быть, и тут будет работать закон о дискредитации армии. Пожаловался на педагога, родители получили штраф. Нужны конкретные и, скорее всего, общие для всех образовательных учреждений меры воздействия на нарушителей дисциплины. И нет, совет профилактики в большинстве случаев это не мера воздействия, это пшик. Пока ученик может весь класс в страхе держать или измываться над кем-то, а максимум, что вы можете сделать, это маму с папой в школу вызвать. Ну, удачи! Крайней в любом случае окажется школа, потому что даже в тех максимально редких случаях, когда получается изолировать социально опасного подростка от его жертв, любые проблемы с успеваемостью нашего юного борца, это ответственность школы. Родители чаще всего вообще не при делах. Как я уже говорил в одном из видео, существует две магические фразы. Дома он так себя не ведет и найдите педагогический подход. И да, применение силы все еще не педагогический подход. Знаете, где вне зависимости от полупреподавателей с дисциплиной обычно особых проблем нет? В тех школах, где сами ученики понимают, что в случае нарушения школьного устава уже они покатятся колбаской по малой спаской. Потому что сюда и вступительные экзамены нужно сдавать, и желающих на одно место с десяток. А в нашей обычной школе нашего же настоящего мужика, такой же настоящий пацан, скорее всего, еще и попытается на эмоции вызвать. Потому что только стоит некоторым подросткам почувствовать свою полную вседозволенность, крышу срывает просто в путь. Я ребенок, и вы мне ничего сделать не сможете. А если что-то сделаете, мы вас засудим. Никаких серьезных и законных мер воздействия на подобных подростков у учителей просто нет. Нет, да, учителя могут пожаловаться родителям. И если родители адекватные, то они будут принимать какие-то меры, заниматься воспитанием ребенка. Именно поэтому вот то, что я сейчас говорю, мне кажется, многие вообще не будут воспринимать. То есть из серии можно все что угодно на уроках творить, да кто мне позволит? Ну да, если за ребенком следят родители, и одного звонка учителя достаточно для того, чтобы родители почувствовали что-то не так. А если мы говорим о ситуации, когда ты звонишь родителям, а в ответ мой Сереженька самый лучший, он так себя не ведет. И вообще вся проблема вас, перестаньте мне названивать, у меня тут своих проблем достаточно, да я вас засужу. То ребенок тут же понимает, что ну а что мне сделают? Что, ну а реально, что ему Павел Викторович сделает? Он может максимум обратиться к маме. Мама говорит, что у них проблем нет. Ну, можно, конечно, дальше попытаться кому-нибудь там названивать. Но в 90% случаев те просто скажут, это ваш ребенок, вы классный руководитель, вы учитель. Вот и руководите, учите. Вот и все. Здесь в любом случае все зависит от родителей. Если родитель хочет идти на контакт, и он переживает о будущем своего ребенка, то проблем нет. Если родителям наплевать, и максимум, что они могут сделать, это поцеловать свою детешку в попку, ну, привет, школа. Все будет очень весело. Если бы были по-настоящему какие-то рычаги воздействия, четко прописанные, в том числе в законодательстве, вот тогда уже можно было бы о чем-то говорить. И в такой ситуации было бы совершенно неважно, кто это, Шизоя Парфенсич или Глюк Андреевна. Пол бы здесь не имел никакой роли. Были бы конкретные пункты. Что делать, если родители вот так реагируют, если ребенок таким образом себя ведет, но этих пунктов нет. Вот и все. Единственная надежда школы, что родители окажутся адекватными и попытаются как-то приструнить свою детешку. Ну, такая себе перспектива. Надежда. Мой компас земной. Вот просто вспомните потрясающую историю про второклассника из Приморья, который всю школу в страхе держал. Там еще целый класс на домашнее обучение ушел. Потому что с ребенком ничего сделать было нельзя. Мама сказала, что ребеночек хороший, не могут найти педагогический подход. И ничего, что он угрожает физической расправой одноклассникам. И ничего, что он снимает штаны. И писает прямо на уроке. Особенности такие. Это вы не понимаете моего ребенка. Ну и что, что он ударил Леночку. И ничего, что у Леночки теперь проблемы. Наш ребенок так себя дома не ведет. Но вот если бы среди учителей был настоящий мужчина, он бы на него харкнул, дал подзатыльник и уволился бы из школы из-за нарушения педагогической этики. Или сел. Что для этого нужно, чтобы мужчины профессиональные, вот такие ответственные, вернулись в школы? Конечно, нужно соответствующие условия. Мужчина, кормилец в семье, он должен быть авторитетом в семье. Вау. А женщинам, как я понимаю, условия не нужны. Работайте за копейки. Вы авторитетом в семье не должны быть. Нормальную зарплату можно рассчитывать только в том случае, если у тебя в паспорте буковка М стоит. Там буковка или муж и жен. Сокращение. Хороший вопрос. Давно я в паспорт не заглядывал. Поднять педагогам зарплату, потому что это важнейшая для общества профессия? Нет. Поднять, потому что мужчин нужно привлечь? Да. Но не волнуйтесь, на самом деле все равно не поднимут. Можете просто посмотреть наш бюджет на этот год и осознать, что... Нуп. Содомия. Сплошная. На этом, пожалуй, все. Потому что еще немного, и я уже сам буллингом начну заниматься. Друзья, если вы считаете, что это видео заслуживает большого количества просмотров, то просто поставьте лайк, это очень поможет. Кроме того, не забывайте про мой телеграм. Там интересно и все новости образования появляются гораздо быстрее. Если вы готовы поддержать мою деятельность, то переходите по ссылке в описании на мою страничку Boosty. Там все ролики выходят раньше, без рекламы. И доступен эксклюзивный контент. Например, все записи стримов именно там вы можете найти. Сейчас на экранах вы видите имена самых топовых товарищей, которые поддерживают меня на этой платформе. Огромное им спасибо. И отдельная громадная благодарность министру просвещения моей страницы на Boosty. Благодарю. Никогда даже представить не мог, что кто-то подпишется на меня вот на этом уровне. Я, честно говоря, когда-то придумал уровень министра просвещения чисто по приколу. А вот так оказалось. Есть и такие подписчики. Огромная благодарность. Ну а я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.